Всех приветствую. Друзья, сегодня у меня семёрка с нерабочими наушниками. С обеих динамиков звучит музыка при отключённых наушниках. Как видите, наушники у нас не работают. Включаем разъём. Правильно было бы, конечно, выключить телефон сначала. Так что, если будете решать такую же проблему, сначала выключите телефон, чтобы что-то не коротнуло случайно. Подключаем. Новый разъём. Ну и звук в наушниках появился. При падении что-то произошло с разъёмом. Как клиент объясняет, телефон упал прямо на разъём наушников. То бишь вот сюда. Ну и наушники перестали работать. Сейчас мы заменим разъём. Четырёхкучевая отвёртка вон здесь. Включаем дисплей. Включаем батарею. Телефон чёрный, разъём белый. Клиента я предупредил. Сегодня у меня чёрного нету, поэтому клиент не против. Шлейф. Такой вот огромный нижний модуль. Шлейф проклеенный двусторонним скотчем с двумя микрофонами. Разъём. 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 Разъём фибромотора. Как сильный кабель. Итак, снимать будем системную плату, потому что большая часть шлейфа находится под системной платой. Недавно у меня был, мною был вложен ролик по замене каркаса на данную модель. Я там много говорил за винты, но повторяться не буду. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У меня уже клиент пишет, когда можно забрать телефон. Так, и здесь у нас еще один винт спрятанный. Сильный. Здесь еще один. Сильный. 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 Добавляем крючком. Нижняя коаксиевная. И здесь у нас еще два винта спрятаны защитным пластиком, что я без света работаю. Ну вот что-то здесь у нас вышло из того, я смотрел под микроскопом. Ничего не увидел, если он упал сюда, если был удар здесь, скорее всего контакты внутри повредились. Шлейф вряд ли, мы прокручиваем к корпусу, может что-то из кондеров отвалилось, тут все залито в компаунд, да и нет смысла разбираться, потому что сам шлейф в сборе готового недорогой, проще его заменить, чем искать проблемы. Что мы сейчас и сделаем. Сюда мелочи проклеено, даже микрофоны. вставляем. Микрофоны в отверстие. Тут еще нужно грамотно уложить его. совместить все отверстия, здесь вот два белых отверстия, которые помогут правильно уложить шлейф. вот они. Все-таки, когда мы меняем каркас, там шлейф уже правильно согнутый, я имею в виду этот нижний модуль, и его легче уложить, чем новый, поэтому здесь посложнее. вот как-то так. так далее. Стравим диурмонтор и защищем клетку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, вставляем динамик Пропустил один винт Рано я засунул динамик Здесь еще у нас торцевые два винта Я сниму последние Заклеим пластиком Теперь динамик Динамик Сюда пристегнули под низ В клипсу Так, и этот контакт Тоже должен быть под динамиком Вот так вот Динамик 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 Все равно сдвинулся немного шлейф ставим системную плату батарея коксельный можно застегнуть шлейф батарея застегнем скринный винт камера шлейф контакт на массу все винты у меня разложены по порядку так что ничего не перепутается заглушка так здесь здесь у нас трехлучевая все уже идет Вот так. Вот так. Вот так. Вот сюда можно поставить со старого шлейфа. Такой вот прижимной поролон. Он ставится чтобы как село не отстегивались. Так. Можно пристегнуть батарею. Пристегиваем батарею. Ничего не забыли. Так. 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 Можки нету. Нету Мужику клиенту нету. наушники заработали всем спасибо друзья таким образом меняется нижний шлейф как видите ничего сложного iphone 7 проблема была вот в этом после удара перестали работать наушники всем спасибо удачи до новых встреч